Я начну рассказывать про историю возникновения такого замечательного, большого, нежного инструмента, как контрабас в танго-музыке. И произошло это в очень даже определенный год. Это произошло в 1917 году. При подготовке к одному очень знаменательному выступлению в Театре Колонн был анонсирован карнавал танцевальный. Ну, вечеринка, карнавал. Видимо, это был специальный такой ивент, потому что на этом мероприятии играли сразу два оркестра объединенные. Водин, Фирпо и Канаро. И гитарист оркестра Канара, некий Леопольдо Томпсон по прозвищу Эль Негро, был приглашен маэстро Канара на роль контрабасиста. То есть представьте себе, гитарист без специального образования выходит на сцену с контрабасом, чтобы поддержать, так сказать, мощь звука. Как вы понимаете, это начало века, эпоха без подзвучки, без микрофонов. И он выполняет функции ритмические. То есть он продолжает выполнять свои функции как гитарист, но на контрабасе. Давайте я немножко поясню, что такое контрабас в те годы. Ну и вообще, до 50-х годов 20-го века, как выглядело вообще это мучение игры на контрабасе. Почему мучение? Я сейчас вам кое-что покажу. Вот этот пучок непонятных веревок, ничто иное, как жильные струны для контрабаса. Я покупал их в Аргентине для того, чтобы имитировать аутентичный звук тех лет. То есть звук контрабаса до 50-х годов 20-го века был очень глухим. На этих струнах практически невозможно интонировать сольную игру. То есть звук очень непонятный, глухой и очень неточная интонация. То есть на них очень удобно играть в оркестре, в ансамбль. Леопольдо Томпсон, который взял в руки, можно сказать, первый раз в жизни контрабас, естественно, мгновенно набил дичайшие мозоли в ладыри на пальцах. Просто. Что делать? Опытные музыканты помогли, видимо, Леопольдо и сказали, дружище, тебе нужно попробовать играть с мучком. И Леопольдо Томпсон в 1917 году становится изобретателем основного штриха игры на контрабасе в танго. Это маркато. То есть смычком он играет как пицциката. То есть маркато, подчеркнуто. Звучит это примерно так. Для сравнения, пицциката звучит намного мягче и тише. Плюс ко всему, Леопольдо Томпсон имитировал игру на гитаре с помощью глиссанго. То есть основным приемом игры на контрабасе в танго становится игра с такими подъездами в сильную долю, в первую, допустим, и в третью в танго, да? И звучит это примерно так. Ну, конечно, время не стояло на месте, и появлялись все новые и новые абсолютно уникальные для танго способы извлечения звука. Конечно же, чуть позже, в эпоху уже оркестров Доренца, кстати, к слову сказать, в его оркестре на контрабасе играли только пицциката. И использовался штрих, который, ну, на английском языке называется слэп, то есть шлепок. В академической музыке это называется бартаковская пицциката. Ну, а вообще это звучит примерно так. На примере, например, танго лока. Раз, два, три. То есть это яркий, отчетливый, звонкий, достаточно резкий звук. Спросите меня, зачем же так громко играть на контрабасе и грубо? Опять же, огромный состав оркестра, огромное количество музыкантов, бандонионистов, скрипачей. Чтобы пробить весь этот звук, всю эту массу музыкантов, конечно, нужно обладать достаточно крепкими руками и очень ярким пробивным звуком. Замечательно, кстати, я забыл сказать по поводу гитаристов, что в те времена в оркестрах, ну, в частности, с экстета Хулио де Каро, в оркестре Канаро, в оркестре Тройло, ну, в Тройло уже не столько, вот в ранних оркестрах, там еще куча вообще малоизвестных ансамблей, контрабасисты стали появляться именно из гитаристов. То есть появилась целая плеяда музыкантов, которые перешли в контрабасовое исполнительство именно из гитарной игры. Забыл показать, поставил контрабас, вам наверняка будет интересно. Я чуть-чуть заскочу по истории дальше, но чтобы нам было удобно дальше слушать что-то, я покажу еще несколько абсолютно уникальных приемов, которые не используются ни в джазе, ни в классической музыке, ни в музыке эпохи барокко, ни в рок-н-ролле. Абсолютно уникальные способы звукоизвлечения на контрабасе именно для танго. Ну, во-первых, это масса перкуссивных разных звуков. В начале лекции Александр рассказывал нам про кандомбы, просили проиллюстрировать. Вот как это звучит. Примерно так это все звучит. Огромное количество всяких звуков, подсвистов, шлифов. Ну и со смычком, конечно, это рикошеты. Стропады. Вот такие вот всякие разные штучки используются с контрабасистами и используются до сих пор. Ну, в 21 веке, естественно, там уже чего только не наделали. Куча всяких приколов, что называется, возникла. Вот я, к сожалению, не могу, а может быть, и могу, кстати, сейчас продемонстрировать экран. Я хочу попробовать включить вам звук и включить ранние записи с экстета де каро, в которых, это, собственно говоря, самые первые известные танго записи с контрабасом. Давайте сейчас попробую. Если вот ребята будете маячить, если что-то будет слышно, будет хорошо. Ну, например, вот такую вот песню. Ну что, вы услышали контрабас? Я нет. А знаете почему? Потому что на ранних записях абсолютно не слышно его. Все дело в том, что, ну, вы представляете, как это все выглядело? То есть музыканты в порядке, так скажем, уменьшения громкости садились перед огромным рупором в раннее время и записывали это все напрямую, либо на диск, либо уже на пластинку такую граммофонную. Позже использовался, первые начали использоваться микрофоны, угольные. И звук в них, где мы можем встретить угольный микрофон? В телефонной трубке старые дисковые телефоны, вот в них угольный микрофон. То есть почему? Вот мы с вами всегда на мелонгах слушаем старые записи и думаем, боже мой, ну как так вообще? Такие потери в звуке. Самое главное, контрабасы не слышно, понимаете? Мне-то как обидно. Вот. А все потому, что, ну, звук как в телефонной трубке. Ну вот Саша, кстати, Рязанов радуется, потому что скрипочку всегда слышно и банды не он. Да, Саш? Что еще можно сказать? Конечно, контрабасисты появлялись и не только из бывших гитаристов, но и профессионалы. И вот во второй части нашей лекции, на примере танго оркестра Канара, мы вот послушаем записи Инверно, там уже играет профессиональный контрабасист, Алинда Синебальди, итальянец, конечно же. Вот. И все такое прочее. Ну, наверное, по поводу контрабаса, исполнительства, мы уже потом поговорим поподробнее во второй части, уже на примере каких-то определенных произведений. Я сейчас, наверное, передам слово, кто хочет поучаствовать. Субтитры создавал DimaTorzok